рада приветствовать вас на своем канале и сегодня у меня будет итоговое видео за декабрь что же мне удалось навыщивать декабре и так декабрь это конечно же подготовка к новому году подготовка подарков это в основном были елочные игрушки хотя были конечно и другие работы работы все не столь большие но принесли мне массу удовольствия и сейчас вы видите в кадре елочные игрушки от торговой марки волшебная страна это не все которые были сделаны так как часть уже подарена часть упакована и будет подарена в ближайшее время всего у меня было 7 наборчиков осталось у меня только вот два снеговичка которые я планировала оставлять обоих так как два сыночка чтобы каждому был колокольчик такой есть видео отдельно по этим игрушкам ссылочку на видео я оставлю внизу кому будет интересно сможете посмотреть но сейчас по-быстрому их покажу все вместе разукрашены они не все одинаково вот например две елочки они не разукрашены разному также вот такой вот шарик был другому разукрашен 2 и вот этот немного был по-другому и краски и глиттер общем использовалось много всего для их разукрашивания в итоге получились яркие красивые сейчас перед вами их девять но было всего 14 то есть из 7 набора по две игрушки решила я их сделать именно такими вот насторонними закрыть сзади фетр и таким образом смогла обеспечить и себя большим количеством новых игрушечек на елку и сразу же подготовить довольно много подарков таких небольших презентиков у меня все сзади закрыты фетром но это еще не все следующие игрушечки которые были вышиты это вот такие вот и игрушки торговой марки выше темрия тоже пошитые были игрушечки наполненные наполнителем сзади были дырочки чтобы их можно было вышивать я уже все зашила его две чудесные игрушечки у меня получились также будут украшать мою елочку они такие мягенькие пухленькие очень интересные вот такая вот собачка торговой марки butterfly милый символ года не прошла стороной в прошлом году вышивала себе петушка и решила собирать себе такую вот коллекцию символов года кроме того в рамках данного сп я попробовала новую для себя технику и техника бисероплетения плела я брелочек елочная игрушка заготовка еще не готовая игрушка так как игрушку которую я сплела первое я ее уже подарила и буду плести еще несколько на подарок мне очень понравилось заодно покажу вам как она выглядит еще не собранном варианте с одной и с другой стороны одинаковая можно и в принципе и так подвесить но мне конечно больше нравится когда она двухсторонняя собранная ставлю вам ссылочку кто захочет сможет посмотреть на уже готовую собранную плетутся они в принципе быстро день-два но и также быстро раздаривается хочется чтобы такая красота радовала не только меня но и других поэтому дарятся они очень быстро также в декабре я продолжила вышивать своих совушек от джанлин набор вышивки на обычной конве мне же не понравилось что они на обычной мне хотелось на пластиковая когда и покупала данный набор было написано что идет пластиковая конва в наборчике расстроилась когда оказалось что она не пластиковая обычно но и потом все-таки намерила сделать их такими елочными игрушками поэтому я все-таки пластиковую кангу но каково же было мое удивление когда оказалось что в схеме есть четверть крестики как вы видите я вышла из положения я немного подправила схему убрала четверть крестики также нашла выход как немного закруглить глазки здесь нет четверть крестиков но посмотрите они у меня закруглены такие вот три совушки вышли у меня в декабре и вместе с ними когда уже были они готовы оформились и три предыдущие в своем видео по данным совушкам там видео одно обзора набора полностью готовых всех шести я показывала с веточкой только одну совушку и не знала делать мне веточки во всех или нет в комментариях спасибо вам большое мне посоветовали сделать во всех и посоветовалась и также со своими родными и близкими им тоже нравились совушки больше на веточках поэтому как вы видите добавила я веточки всем своим совушкам причем веточки разные прямые а здесь сделала даже такую двойную очень она мне нравится пришивала их ниточками мулины такие как лапки они как раз таки держатся коготками за эти веточки мне очень нравится этот эффект и они так необычно интересно смотрятся но и это еще не все хохочные игрушки которые я вышила в декабре продолжила я вышивать игрушки по набору dimensions игривые снеговички вот игрушка у меня вышилась декабре у меня уже готовы и игрушки это стало 3 находится она в рамке решила я что не буду их оформлять пока не вышью всех думала вначале что перед новым годом формлю хотя бы те три которые уже вышиты но последний момент как-то знаю не очень уверена себя почувствовала их оформление не хотелось никуда спешить никуда торопиться лучше уже пущу все и потом тихо спокойно все вместе оформлю пока буду любоваться ими так и что-то никак я не отойду от привычки вышивать по одной в месяц в принципе по 1 месяц на хороший темп можно успеть дошить эти к следующему новому году и вышить еще какой-нибудь такой наборчик красота несмотря на то что она маленькая сама игрушка работы здесь довольно таки много в видео я рассказывала что много цветов здесь используется хотя игрушка кажется не очень такой многоцветной но это довольно таки обманчиво но результат мне конечно очень нравится такая милая зефирка у него таки хочется попробовать надкусить и зефирку и бутербродик и шоколадочка которая лежит рядышко красота также у меня вышилась и по елочным игрушкам это пожалуй все у меня также помимо елочных игрушек выполнены еще две работы в этом месяце не очень большие но тем не менее очень радующие меня тем что они завершены и первая вышитая картина если это можно назвать картиной картинка так как она не очень-то и большая посмотрите маленькая это вот такой вот олен выполнены по набору мелхилл попробую показать вам поближе но камера с трудом фокусирует весь этот блеск работа казалось бы не очень большая но она отнимает массу времени потому что вышивка на темном фоне вышивается тяжело особенно вот эти синие цвета по-синему здесь их не так много вот много по краю но они занимали не знаю наверно день или два наверно день только синие крестики также довольно много бисера мелхилл на работе блестит как переливается сбивая фокус на камере и пришить его тоже необходимо было время несмотря на то что он весь пришивается полукрестом я не знаю если план пришивался еще и крестом здесь бы наверное еще больше времени ушло два раза так точно пришивать интересно такими яркими цветами единственное что то конечно основа темная дает о себе признать пасмурно на улице освещение я понимаю с каждым разом что не очень хорошее надо мне что-то более такое яркое вроде много ламп вкручено но для работы с такой конвой их все-таки не хватает поэтому проморочилась с этим оленем где-то около двух недель такая вот казалось бы небольшая работа времени требует довольно таки много но результат очень не радует хотела оформить перед новым годом оленя и свою елочку уже подобрали несколько красных рамочек но они немного разного оттенка и подходили как одна так и другая но я подумала что когда вышится дед мороз он в этой серии самый яркий в нем больше всего красных цветов ему может какая-то рамка не подойти поэтому было решено все таки отставить оформление до тех пор когда они уже будут вышиты все это очень скажем так печально в вышивке серии потому что другие работы лежат и ждут когда же будут готовы другие можно конечно напряжься и вышить в месяц две работы но глаза очень устают поэтому максимум по одной работе в месяц можно вышивать по крайней мере для меня сложновато так что буду вышивать дальше свою серию и возможно оформлю их пораньше но украшать наш дом будут уже следующему новому году и давайте покажу вам последнюю работу декабря это вот такая вот девочка горжусь горжусь вот красавица с воздушным шариком не знаю какое видео выйдет первым готовой работе или о итогах видео я рассказывала или буду рассказывать почему я в экстренном порядке взялась за вышивку этой работы кому интересно сможете посмотреть и была вышита она под завес нового года вышивала я ее в последние три дня декабря я рада что успела и в копилочку готовых работ декабря 2017 года у меня добавилась вот такая красотка кажется что она не большая если сравнить с рукой видите она закрывается рукой учитывая что здесь 14 каунт выполнялась она быстро всего три дня в перерывах между подготовкой к новому году и если например сравнить ее с оленем смотрите она даже больше оленя но это работа трех дней а это работа двух недель конечно разница сильно большая вышивается легко вот вам пожалуйста светлая канва 14 каунта и темная 18 после вот такой вот работы на мелком каунте работа на 14 просто летит даже не быстро вышивается именно летит посмотрите какой здесь цвет основы красивый давайте покажу вам ближе вот хорошо отблескивает на волосах это сердечко красотка здесь нету никакого блестящего клиника есть только черная ниточка light effect такая как пластиковая это не мулине не знаю как правильно назвать ткана более жестко красиво есть у нее такой красивый поясочек такими сердечками серебряными чулечка красивый шафик красивый поясок тем красивым шариком возможно она немного мрачновато сравнение с другими девочками и они так часто вышивают как других но мне она также нравится но во первых потому что вышивается фиолетовыми ниточками любимым цветом ну и такой вот цвет канвы очень такой привлекательный красивый и вот таким вот захватывающим и интересным в плане работ выдался у меня этот месяц все они маленькие все они небольшие но они мне доставили просто массу удовольствия массу радости от их создания напишите мне какая работа вам понравилась больше всего я благодарю вас за внимание я с вами не прощаюсь до новых встреч